Добрый день! Встречаемся с вами на железнодорожном вагоне. Надо нам устранить течь под раковиной. Ну вот мы наблюдаем следующую картину. Вот гибкая подводка, которая идет к смесителю. Здесь вот, наверное, не видно. А здесь вот маленькая, тоненькая струечка, вот она идет, на пальчик идет. И вот она здесь вот стекает сюда. Вот этот шланг на месте сгиба. Значит, шланг похудился. И вот этот тоже шланг, тоже. Так, сейчас посмотрите, вот сюда лучше. Посмотрим. Вот тоже стекает. Соответственно, тоже течь. Что мы делаем? А мы делаем следующую картину. Берем вот два шланга у нас есть новых. Абсолютно новые два шланга. Значит, эти старые шланги будем менять. А чтобы правильно ее заменить, вот здесь внизу, внизу смеситель крепится. Вот там поджимная шайба есть. Ее откручиваем, смеситель вытаскиваем. Вытаскиваем, меняем шланги. И все восстанавливаем на место. Ну, здесь, в принципе, ничего сложного нету. Перед началом работы, что надо мной сделать? Правильно. Надо отключить воду и потихоньку начинать работать. Сейчас отключим воду. Открутим вот эту гаечку. Значит, смеситель там открутим. Значит, поджимную шайбу тоже отменим. Смеситель вытащим. И после этого будем ставить шланги. Сначала закрутим шланги. Посмотрим, если они два вместе не проходят. Соответственно, снизу их подведем, закрутим, а потом будем устанавливать. Вот это очень просто и доступно. Так, вот открутили уже. Вот воды, вот от холодной воды открутили. Гайку и от горячей воды открутили. Практически вот скапывает. Для того, чтобы перекрыть, перекрыть воду, но это перекрывается вверху, перекрывается вверху. Это вот, вот он, я знаю, что тут новый кран. Это холодная вода и горячая вода. Сейчас посмотрим, здесь стоит водонагреватель. Наверху, наверху водонагреватель. Вот видите, да? Вот этот кран, вот он. Вот он, 149 кран. Это подача, поступание воды холодный в бак. Так, перекрываем и все нормально. Сейчас будем снимать. Будем снимать смехитель. Для этого используем вот такую вещь. Вот такой набор крючей есть. Углиненные головочки. Называется кузлеч. Очень, очень дешевый. В то же время очень удобный. Вот видите, углинитель. Можно даже, как говорится, вслепую снимать. Берем раз сюда. А уже никакими другими крючами здесь не то, что не подлезешь. Вообще невозможно. Руками не подлезешь. Видите? При помощи этого углинителя. При помощи вот этой головочки углиненной. Все отлично, хорошо открутили. Сейчас будем снимать смехитель. А когда будем ставить смехитель, мы уже сначала шпильки закрутим. А после этого, после этого будем закручивать яйки. Так будет веселее. Вот здесь, в принципе, здесь, как говорится, ничего сложного нет. Все очень просто и хорошо. Вот видите, открутили вторую. Открутить-то открутили. И потеряли. И нашли. Вот она, видите, прижимная шайба ТТ сделана. Все нормально. Сейчас это снимаем. Не смеша. И при этом, и при этом, значит, полностью, значит, вытаскивать даже и не надо. Сейчас мы вот здесь все похрутим на месте. И на месте будем вставлять шланги. Шланги снизу вставим, снизу вставим. И здесь мы их закручиваем. Вот сейчас будем устанавливать шланги. Вот видите, здесь вот гайка значительно, значит, видите, значительно большая. Она здесь не проходит. Не проходит. Что мы делаем? Мы просто пропускаем их. Снизу пропускаем. И после этого закручиваем. Ну и, если, допустим, одна гайка проходит, надо лучше убедиться, что две проходят. Почему? Потому что бывает так, что вот закрутила, а потом туда, значит, ты ее уже не поставишь. И вот очень просто здесь вот, весело-весело, начинаем закручивать. Весело-весело закручиваем. Ну, может, не так весело, как хочется, но сейчас закручиваем. Так вот, вот, вот. Здесь две уплотительных резинки. Особенность такая, конечно, надо затягивать, но при этом крутишь, когда надо знать меру. То есть перетягивать слишком тоже не надо. Ну, сейчас вот посмотрим, что это точно есть. Надеюсь, посмотрим, возьмет, он не возьмет. Если, допустим, не возьмет, придется брать немножко потоньше ключ. Ну, вот, вот, все. Все потянул. Все хорошо. Получается, еще видите, расстояние получается еще неудобно. И достаточно хорошо. Вот еще раз потянули. Все хорошо. Вот так устанавливается. Вот так же и второй. Установили новые шланги. Здесь особое внимание, считаю, что надо обратить. Вот видите, вот старые шланги, которые сняли. Вот, получается, вот гаечки, которые мы закручиваем. Ну, здесь в данном случае на 11. Получается, видите, они получаются на одном расстоянии. А вот эти новые шланги, которые поставили, получается, вот видите, вот одно расстояние, а вот другое. То есть этими шлангами работают лучше. Ну, и качество этого шланга лучше. Так, закрепили к смеси. Видит, ну, стоит очень крепко, очень хорошо, благодаря вот так муточку. Очень удобно, очень хорошо. Значит, все. Начинаем крепить внизу, соединение. Соединяем и будем проверять. Так что, ну, здесь можно даже, как говорится, от руки. Можно от руки, а можно немножко подтянуть. Ну, можно еще использовать вот такие гусарики, которые очень хорошие, с кнопочкой. Они стали поступать не так давно у нас в продажу. Достаточно хорошие. Вот так, чуть-чуть подтянули, раз. И там тоже чуть-чуть подтянем. Там на ощупь уже. Вот. Все хорошо. Все. Как говорится, работу сделали. Работу сделали. Проверяем. До свидания. Продолжение следует...